Всем привет! У меня сегодня длинный день, и я сегодня хочу много всего успеть. Я договорилась встретиться сейчас со своей подругой в парке с Аленкой. Потом я собираюсь на пляж, хочу позагорать. Я уже в купальнике. После пляжа обязательно попаду в торговый центр, потому что хочу купить пару топов вот такого вот плана под эту юбку. Именно поэтому я опять в этом топе, чтобы одеть юбку и к ней подобрать хороший верх. Вот такие вот дела, так что погнали со мной. Это Алена, Алена Бардон, моя подруга. У неё есть канал, называется Алена Бардон. А сейчас она завела ещё один канал. Я ехала в Черкассу маршрутки, и я залипла. Она мне скинула видео, посмотри, я говорит, про кролика, хомячков, сказки снимаю. Типа мультики, сказки. Думаю, хорошо, посмотрю, когда будет время. И тут я еду маршрутки, время есть, интернет есть. Алена, и как залипла. Да? Да. Животные очень смешно рассуждают и очень в тему. Прям вот смотришь на этого кролика, а он такой что-то там, как скажет. Думаю, блин. Чишка и Машка наш канал называют. Как вы решили это? С кем ты его снимаешь? Со своими друзьями. Они очень любят животных. И я уже давно хотела открыть свой канал по кролику у этого моего друга. У него очень много идей, и он очень классно мастерит всякие штуки, лабиринты. Мы решили, что мы будем делать разные, не только сказки снимать, но ещё разные всякие лабиринты, игры с животными. И он озвучку классно делает. Купили сейчас ещё двоих хомячков, и мы готовим сейчас лабиринт. Кстати, хомячки в паре дерутся. Сейчас дружно все мои подписчики спец-канала тебе напишут. Нельзя сажать хомячков вместе! Они будут очень сильно драться. Пока ещё маленькие, может, не сильно подрастут. Надо рассаживать. А у них сильно идёт раздел территории, и всё равно кто-то кого-то убьёт в итоге. Да, так что если у вас вдруг два хомячка живут вместе, и вы думаете, что они играются, некоторые думают, ой, они так мило играются, а они так сцепляются, типа это. А потом, ой, у меня один хомячок другого загрыз. А что им не делать? Мы нашли тенёчек. Да. Тут очень классно, приятно. Реклама. Реклама Найка. Да. Сядем и будем пить воду. Дашь водички мне? Да. Юбка у тебя, кстати, классная, джинсовая. Я оценила. Хочу сегодня ещё в торговый центр смотаться, ну, в любаву. Какой-то ещё вот таких пару топов купить. Да. А я хочу пару платьев. Алена у нас, смотрите, дай мне камеру. Алена чисто девочка-девочка. Я её никогда не видела в шортах или в джинсах, или в штанах. Она даже зимой в платьях, она в юбках, в платьях. Ещё такие любят гольфы, такие выше колена. Да. Знаете, такие кроссовки, типа гольфы или кеды-гольфы. И вот эти юбки, платья. А на Вику я кричу, что она платья не носит. Да. Редко. Алена у нас... Сегодня она в юбке, это просто капец. Алена у нас несколько дней жила как-то, ну, просто в гости приехала. Да. И мы с ней видео снимали вместе на её канал и на мой. И она мне, как это ты ходишь только в штанах, где твои платья, где твой гардероб, показывай. Можно у тебя их вообще? Река, ну, одно, два, три. Не, ну я летом... Иди ко мне сюда. Для нас у тебя волосы одинаковые по гостюте. Ой. Ой. Надо напереть. Надо в другую сторону. Смотрите, лайфхак. Если у вас мало волос, сидите, чтобы ветер дул сзади. Ой, сразу. Сразу волосики хукулились. Смотри, как я придумала. Смотри, как вам хукулились. Так вот. Чем я рассказывала? А платья о том, что у тебя скуточка? А, у меня нет. У меня нет зим... Я зимой не могу носить. Как это зимой можно носить юбки и платья? А она носит. У неё пуховичок длинный такой, и она там одевает колготочки, платьички, и всё, и пошла. Вязаные всякие. А я нет, я не могу. Я... Шатанишки, под штанишки, у меня ещё лосинчики. А я на Вику кричу, купи платье себе. Может, я тебя как-то вытяну в магазин, и мы купим тебе платье? Нет, так ты понимаешь, под платье наверх надо что-то на зимнее другое. У меня спортивная куртка, как бы в платье. А, ну да. Не, а летом? Летом мне есть сарафаны. Летом нормально. Сарафаны я ношу, там, всякие юбочки. Всякие вот эти. Больше нет. Так я удивилась сегодня. Прикажу Вика в юбки. Ого! Что у тебя ещё нового? У меня нового. Преподаю, кстати, гимнастику раз в неделю. Да? Нет, у Иры было бы, наверное, 10. Передавай ей приветик. Хорошо. Ну, раз в неделю меня устраивает, потому что я хочу сейчас больше над каналом заниматься. Я хочу больше времени тратить. И мне вот это раз в неделю просто идеально чисто, чтобы форму держать. А ты, получается, канал, спортивный канал переделала теперь под этот? Да. Ну, мне, конечно, обидно было, но как бы мне уже он не зажигал. Как-то просто мало кто смотрит гимнастику. Странно, конечно. А про зверюшек смотрят? Да. Ну, да, интересно. Ну, зверюшки почти у каждого, наверное, дома был кто-то всегда. А вот гимнасток мало вообще, ну, как бы. Не, ну, даже если нет зверюшек, интересно было посмотреть. Ну, может быть. Чисто поржать. Вокруг меня собирается постоянно какая-то блогерская тусовка. Смотри. Или это я всех в блогеров постепенно превращаю? Ну, да. Ну, знаешь, что, я не пойму. Ну, ты первопроходец в нашем городе реально. Да, получается, смотри. Ты блогером когда стала? С моей подачи? Я снимала уже пару видео по макияжу, типа, прикладывала. Но я не знала, что, типа, ну, что есть такие люди, которые этим профессионально занимаются. Ну, я с тобой после того, как познакомилась, то я загорелась. Понравилось? Все равно чаще снимай, да. Я начала сначала малых снимать по гимнастике, у тебя начала тут немножко снимать по эш. Алена у меня работала тренером эш. Да, акробатики. А как там сейчас эш, кстати? Отлично. Мама моя, ну, я не нашла тренера тоже, девушка Аня. Очень классно делает постановки. Мне так нравится. Просто замечательно. Где ты ее нашла? Мой одноклассник, фотограф Дима Привалов. Спасибо тебе за твою сестру. Помню, я искала тренера, когда переезжала в Киев. Он говорит, у меня сестра как бы занималась, но она недавно родила, и как бы, ну, не знаю, позвони ей, может, она это самое. Я ей позвонила, сказала, она говорит, я бы с удовольствием, но ребенок маленький, а стоять не на кого, пока не могу. И я закрыла зал свой в Юго-Западном. А потом она мне сама позвонила, вот недавно, говорит, вот вы мне тогда звонили, предлагали, я готова. Вспомнил. Да, и я сразу ее к маме. Она там начала ставить, а там девочки готовы. Класс. Такие постановки классные вообще. Надо посмотреть. Завтра едут на соревнования. На 5 или на 7 дней. Арбатская стрелка. Азовское море. На море. Класс. Кто был на море уже? Я еще не была. Да. Нет. Нет, я... Ты весной полетала. Да, я просто Египет это не считаю. На наше море, мы вот поедем тоже скоро, через, в конце, короче, в конце июня. Ну, наверное, тоже поеду. На Арбатскую стрелку тоже. А, тоже туда же. Ну, я хотела вместе с мамой, но у Маши сейчас экзамены, и я хочу присутствовать там у нее по классике, она на пуантах будет экзамен сдавать. Вау, как красиво было. На этом самом, на современном. Ты пробовала на пуантах стоять? Пробовала. Это ужасно. Я не знаю, как можно на них танцевать. Стоять тяжело. Стоять тяжело. У меня выворачивались ноги. Ну, да. Они добровольно на это подписались. Я не знаю. Я еще так с Машей ругалась. Я говорю, зачем вы на это подписались? Типа их спросили, хотите будем пуанты? Они, да, хотим. Я говорю, дура. Я говорю, зачем? Это же сложно так. Это и куда дальше? Зачем? Ты что, в балет пойдешь? Нет, а реально ноги портить. У него косточка вылезла. Ну, короче, нельзя. Это же профессиональные танцы, все, сразу. У всех у нас были травмы. У меня не было. У меня на гимназике было немного. Это ты поломанная. У тебя же спортивная гимназика, а мне художественная. Мне единственное, что на ноги падали булавы периодически. Больно тогда? Сняки потом, да? Да. Ну, мы профессионально, они буквально два раза в жизни попадают по пальцам, а потом у тебя реакция такая, что она там, где-то падает, а ты ножку поднимаешь. Уже, уже, да, автоматом. Да, два раза достаточно или один, чтобы научиться быстро реагировать и убирать конечности. Капец. Ну да, они же тяжелые. Бывает, наверное, что и на голову падают, да, не только на ноги. Да. А с чем еще? Скакалка более-менее нормально, да? Или тоже били сильно? Да били. По пальцу. Тренер била по жопе. Вот это запомнили. Да, да. Нас лобчами били. Воспоминания, воспоминания. Да, лучше ее не будем, потому что... Да, пишите в комментариях, кто каким видом спорта занимался когда-то. Интересно. А, и кому влетало тренера? Мне влетало. Кто нас понимает? И мне влетало. У нас еще был такой момент, когда мы ложили на возвышение ноги и тренер сверху садился, чтобы колени больше прогибались. Да, да. И ты лежишь и мучаешься. А моя мама когда-то пришла и тренера, короче... Наругала? Нет. Влепила ей. Влепила? За меня, да. Серьезно? А что тебе тренера делала? Ну, она не влепила, она ее за шкирки взяла и в коридор вытащила и сказала, ну, что ты сделала с ребенком своим. Она... А она что? Ушла. Обкакалась немножко, больше так со мной не делала. Ну, это была не моя тренера, а другая. Ну, то есть я временно занималась в другой группе, потому что у меня в школе смены поменяли. Вот. И она треснула меня по спине, у меня пятерня осталась на спине. И я ушла из тренировки, я ушла в другой зал, в соседний спортзал, ну, короче, в другом помещении. И меня мама еле нашла. А я там сидела, плакала, да. Меня мама еле нашла. И когда она шла, она была очень злая, ну, узнала, из-за чего я ушла с тренировки, не пошла домой, потому что у меня тренировка, я очень ответственная. Я занималась в другом зале сама, я пошла и занималась в другом зале. И меня случайно там нашли. Мы просто иногда в том, иногда в том зале занимались. И я сама ушла там, ну, у меня же по расписанию еще занятия, я вот и занимаюсь. У меня мама пришла раньше забрать занятия. Пришла, а меня нет. А тренер даже не заметила, что я ушла, да. Вот это тренер, классно. Много детей, знаешь, я там тихонечко ушла в этот, обиделась на нее, ну, болела у меня спина. Ну, конечно, да. И умотала. А мама потом заметила на твоей спине, да? Да, мама пришла, меня уже, когда нашла, я ей ударила меня по спине, больно. Она говорит, я поворачиваюсь, а у меня на купальнике вырез такой, и у меня вот на этом вырезе красная вот так пятерня, представляешь? Капец. Да, и она говорит, все, я тебя в шубу одела, это еще зима была. И я видела, как она ее так вот за шкирки и с зала, ну, чтобы от детей, чтобы не видели. Чтобы не видели. Да, я не знаю, как, ну, примерно одинакового веса и роста. Мама просто такая, чух, чух, к стенке. Да, и типа, как? Ну, да. А та, я не та-та-та-та-та-та-та, ну, короче, больше она так не делала. Ни с кем. У тебя же мама, когда преподавала, то я видела, она никогда никого не ударит вообще. Нет, конечно. Ну, танцы, гимнастика, это разное. В этом более жестче спорт, и, естественно, там тренера больше срываются. Вроде результата. Да. Срываются, да. В общем, такие истории мы вам сегодня страшные рассказали. Надеюсь, теперь никто не будет бояться. Ой, у меня была еще такая страшная история в садике. Просто я не буду рассказывать. Может быть, когда-нибудь расскажу. Мне уже страшно стало. Я когда-нибудь расскажу. Да ну, наверное, подписчикам уже будет интересно послушать. Ты начала, и все. Я думаю, мы уже много рассказали. Давай не сейчас. В следующий раз. Я так поняла, первую серию ты снимала с кроликом Машкой. Машка. Да, с серыми ушками. Ты могу другое имя найти? Да, канал уже так называется. Тишка и Маша. Тишка и Маша. Ой, у меня кролик Маша. Я говорю, Маша, иди посмотри. Алена канал завела, у нее кролик Маша. Отлично. Спасибо. Я, кстати, об этом даже не подумала вообще. Ну, в общем, Маша кролик очень-очень красивая. Такая милая, такая красивая. И она, к сожалению, умерла. Я поснимала об этом видео, как все случилось, что, оказывается, ей нельзя свежую траву давать. А пока она гуляла на травке, она ее подъедала, как бы, и нельзя вообще на траву, пока она маленькая, ее пускать. Короче, элементарные вещи. Элементарные вещи, когда продают животных, не рассказывают. И мне не сказали. Да. Поэтому всегда сами, если вы покупаете животное, вы должны сами заранее все переспрашивать за прививки, узнавать у продавцов. А что ты говоришь, прививки? Ты на канале тоже прививки, прививки. А я такая, каждый раз, прививки. А, прививки? Привить. Прививать. А, прививка. Поняла. Сижу, залипаю, все видео пересмотрела, думаю, так мало видео надо еще. Ой, я так рада, тебе понравилось. Да, классно. Молодец, класс. Я оставлю вам ссылочку под видео, чисто по-дружески, потому что мы с Аленой. Дружим. И контент интересный. Я с удовольствием поделюсь с вами этим контентом. Смотрите и поднимайте себе настроение. Жарко, конечно, на улице. Плюс, ты смотрела, сколько? Плюс 30 где-то? Да, наверное, плюс 40 уже. Так, меняемся. Опа. Отдыхает. Этот фотоаппарат, между прочим, тяжелее, чем Кэнон. Может, и тут не так часто. Вот возьми. Понеси. Ого. Ну, там проходили. Я думаю, что... Нет, я думаю, что может где-то еще прогуляться и найти какое-то место. Ну, погнали. Может, где-то там, где речка там была, наверное, была. Там можно было по камушкам перейти на островок и там положить все. Это мы сюда пройдем? Я не знаю. Да, но. Как заменить вот это выражение «сюдой пройдем», «тудой», «сюдой». А вот это неправильно. А я всегда. Вот туда, наверное. Да, вот так пройдем. Вот так пройдем, да. Сюдой. Все равно понятнее, что имеется в виду. Блин, да, рука болит. Даже у меня. Хотя ты сильнее, чем я. Нет, я... Нет, это кажется, ты сильнее, чем я. Выиграла у меня там все соревнования. Да, мы снимали. Да, кстати, мы с Аленой снимали челлендж, кто больше отожмется, кто там что-то еще. Там в планке простоит, на скакалке. Да, и я, Алена, сделала. Там Вика везде меня сделала, если честно. На канале есть, кстати. Я хоть и фнастка, сама мастер спорта, а Вика по художественному фнастке, да? Да. А я спортивная, и она меня пересидлила много в чем. Я в шоке была. Да, сколько раз я отжалась? Да ты чуть ли не около 50. Да. 50, то есть. 50 раз отжаться. Кто сможет? Планки стоят, прыжки прыгали. Вот сейчас сидите перед экраном, попробуйте отжаться 50 раз. Они лентяи, они хоть бы спину выровняли. Выровняйте спину. Два тренера вам говорят. И воды попейте. И воды обязательно, два литра в день. Ну, хотя бы полтора. Не, полтора, ну, летом, наверное, больше. Ну, летом больше хочется. Хочется. Конь. Сейчас пойдем на сцену с тобой ляжем. И позагораем, да? Позагораем. Представляешь, мы в этом озере, короче, мужик ловил рыбу, карасика. Я снимала это в облоге и поймал черепаху. Тут черепаха? И мы ее спасали. А оказалось, мы ее выпустили назад, а мне потом все подписчики написали, что это красноухая черепаха, которая типа декоративная, она в наших условиях не живет, и она зимой погибнет, потому что, ну, холодно, она там при температуре. А, так вы ее спасли, да? Мы ее спасли от удочки. Ну, мы ее выпустили, мы не знали. А у нее красные эти самые. Просто, что я клещей боюсь. Кстати, да, я клещей тоже. Давай, может, мы будем где-то возле деревьев. Я не знаю, я боюсь клещей. На лавочке сегодня? Да как-то на лавочке. Пенсия на лавочке, не хочу я. Ну да, хочется как-то туда все-таки разложить. Ну, тут было бы вообще идеально, но я боюсь клещей. Они в елках водятся, не знаешь? Нет, они в дуги водятся. Тут нет ни дуба, ни елки. Ну, пойдем туда, в Синечек. Короче, там идем. Не, надо чуть выше, чтобы тебя не будет видеть. Нормально, надо чуть выше. Ну, короче. Я не могу понять, что они во время. Куда-то другим. Я сейчас хочу лопить. 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 Я хочу лопить. Вот так вот мы с Викой отдыхаем в парке. Вот лошадь, смотрите. У нас тут рядом катается. И только что эта девочка, она узнала Вику. Передавала Маше привет. Говорит, Маше привет. Я такая, Вика, тебя что, везде, в каждом городе узнают? Каждая лошадь знает. Даже лошадь знает. Да, лошадь на мне такая. Йо-ло. Мои кто-либо. А мы сейчас отдыхаем, вот так вот валяемся. Я показывала сейчас Алене этот пранк, который я сняла. А, кстати, да. Алена тут пищала, тоже, блин, говорит, я сама волнуюсь. Я не думала, что это такие эмоции вызывает. Сейчас читаю комментарии. Блин, спасибо вам, такие приятные комментарии вы пишете. Так приятно читать. Да. Так я сама смотрела и нервничала. Как ты там сюрприз устраивала, как ты ждала. Я такая вся... А я сама нервничала. Мне так что-то растелепало. Так оно чувствовалось по видео. И он такой, боже, мы посидели, еще весь вечер это обсуждали. Он говорит, как ты? Я был уверен, что вы сейчас дома, что ты приехала. Я там не сказала, что мы видео с Машей сейчас будем снимать и с Артемом. Что вы сейчас снимаете. Думаю, не буду звонить, отвлекать там. Потом, ну, короче. Говорит, и тут я захожу, и до последнего не думал, что. Я думал, что там мама твоя записки оставила для меня, типа. Для дочки, типа, я тебя люблю. Решила сюрприз мне сделать, когда я приеду. Ну, в общем, говорит, я до последнего, я тебя смотрю на тебя, вижу тебя и не понимаю, что это ты же тут. Я же только что с тобой по телефону представлю. Я даже не казалась, я, говорит, слышал голос Маши на заднем фоне. Мне вроде я слышал Машу и хотел еще привет передать. Я открываю, говорит, ты стоишь. Что, телефон кто-то придумал? Сюрприз. У него просто он не мог прийти в себя еще, наверное, час. Ну, он не ожидал тебя увидеть. Мы кушали, он говорит, да ну как, как ты это сделала? Как ты могла, а как ты, вот ты тогда со мной разговаривала, а то ты где была? А тогда ты мне там сказала, ты откуда с вами? Ну да, он же начинает понимать. И тут с 6 часов вечера, я, если бы я знала, я бы сразу приеду. Мне больше всего еще понравились эти ромашки, как он еще за цветами пошел. Да, потом бежал, перебегает с цветами. Капец, это так мило, да. Классно. Мне очень понравилось. Ну, так было счастливо, что я приехала. Ведь ты так, не представляешь, как это много значит для меня. Класс. И вот, ну, все бросила и приехала. Да, пора уже переезжать, Вика. Пора. Да. В общем, так мы отдыхаем. Солнышко, кстати, вышло. И тут поезд ездит, и дискотеку устраивает. И Вика уже... Так, так, так. Мы не так доброй с тобой. О, как раз про то, что мы говорили. Все. Что мы сейчас планируем? Сейчас приедет Паша, и мы будем ловить рыбу на озере. Да? Прям здесь? Да. Рыбу ловить? Да, может поймаем ту черепаху и заберем ее себе. Вау. Класс. Я хочу посмотреть 5 минут. Посмотрим. Класс, окей. Добренько. Ждем Пашу. Рыбу рожки. Мы вместо рыбалки решили на пляж. Да. А, вода холодеет. Поехали. Я уже зашла наполовину. А-а-а. О, вода холодная. Растягивать удовольствие просто. А мне, ну, подшись, сразу кидает. Отлично. Хорошо. Хорошо. Да. Да. Девушка, нам. Так, мы тут разместились. Купили вот такую штуку. Называется хумус. Когда-то мы с Машей такое брали, но оно было очень вкусное, с каким-то там добавкой. А это просто классический. Ну, интересно. Не очень. Купили хлебушек цельнозерновой. Купили хлебушек цельнозерновой. И на хлебушек делаем такой бутик. Мне понравилось. Да, Лене понравилось. Она никогда не ела еще такое. Тебя можно так снимать? В общем, так хорошо. Уже не жарко. Да? Да. Солнышко уже садится. Ну, оно садится, оно теплое. Ну, вкусно, да? Мне нравится. Да, поняли, что мы голодные и поняли, что, как бы, а что купить с собой полезного, не вредного, вернее, не тоже полезного, а не вредного. Зашли в маркет и нашли хумус, специальный зерновой хлеб, ну, еще яблоки, бананы. А, и вот такой сыр. С приправкой. Да, с итальянской травой. Приправа. Он такой жесткий. Это белый сыр, но нормальный. Не мягкий. Мне интересно, какой он на вкус. Сейчас попробуем. Так, как я уже говорила, я хочу наподобие этого топа еще что-то себе купить. И нашла здесь только вот этот вариант, но размер M и XS. Мне надо S. Так, ну что? Это S? Ой, XS? Это M. Это M? Да. Я думала, это XS. Шуя. Вообще, ни туда, ни сюда называется. Я думаю, ладно, без примерки, просто возьму. Как вам так может быть? Ну да. Как важно померить, видишь? Я уже в другом магазине взяла два такие сарафанчика. Сейчас померяю. Покажу вам. Очень мне нравится, но где-то очень длинные шлейки можно подшивать, но не хочу. Ну да, да, да. И сзади как-то, даже если подшить, все равно. Вот так классно. Ну да. Под цвет глаз. Ой, ну такое оно симпатичное. О, ну да, свисит сзади жестко. Оно небольшое, а какой это размер? S. Это S? Это XS, но его нет. Понятно. А, ты все? Да. Нет, ну а ты будешь еще одно платье мерить. Короче, отдаем обратно. Шорты? Большой шорты. Ну, че вот эта юбка классная? Нас уже выгоняют, магазин скоро закрывается. Мы запищали. Мы запищали. Мы запищали, нам никто ничего не сказал. Вика, ты ничего не украла? Давай, может, сначала ты, а потом я? Да, можно и танкнуть сюда. Теперь я. Давай. Все нормально. Это уже второй раз. Я во всех магазинах вечно пикаю. Причем, когда захожу. Один раз. Да. А второй нет. А потом опять, и мне просят зайдите, выйдите, и опять туда-сюда, все нормально. Я уже всю сумку проверила. Сейчас я вообще с сумкой еду, с новой. Ну, то есть я с этой еду. Это уже вообще другая сумка. А во мне что, внутри чип какой-то стоит, я не понимаю. Я поставил. Куда мы? Может, тебя где-то в текушку чипировали? Чипировали где-то, да, меня пометили. В общем, вот такой у нас сегодня получился день. Нас чуть не словили. Может, ничего не выносили. Огранник такой выбежал. Пройдите еще раз. Сегодня были в парке, мы ловили рыбу, правда, мы не сняли, но мы ничего все равно не поймали. Мы потом поехали, купили еду и потом поехали на пляж. Мы там поели, покупались. Потом мы приехали в второй центр, пытались что-то себе купить, но не купили. О, это шало. Вот. Потом мы... У нас ловил охранник два раза. Просто так. Вика постоянно пикает. Мы не можем понять, кто пикает. Но мне кажется, я не знаю, я никогда не пикаю. Да не важно. Я все время пикаю. Я ж на разный. У меня чип какой-то встроен. А теперь, Алена, еще и идет на волейбол. Да, я думаю. И Вику с собой тащу. Нет, я думаю. Вон, я же знаю, светофор. Ты куда? Ты не по правилам ходишь? Так я думаю, мы по олейке пойдем. А, пойдем. Кстати, скажите, напишите в комментариях, кто обязательно придерживается правил светофора. Кто иногда может нарушить и пойти на красный. Я иногда могу. Я тоже. Хотя ко мне иногда прям уже подходят и говорят, почему вы идете на красный цвет. Цвет? Да. Свет. Свет? Да, красный свет. А, свет. Ко мне какой-то паренек подошел, ну мужичок, и наехал на меня. Хорошо, что я была не одна. Правильно сделала. И после того я каждый раз теперь, вот он мне высказал, хожу теперь на зеленый. А теперь страшно, что опять кто-то подойдет и на меня наедет. Но иногда я нарушаю. Я тоже иногда нарушаю. И вы напишите. Когда стоишь, тупо ничего не едет и красный свет. Я знаю, у меня некоторые мои друзья, они принципиально, даже если нет никогда машин, они все равно идут на зеленый. Это правильно. Все, у меня болит рука, всем пока. Вики фанаты. Смотрите, такие все выглядываются. О, наверное, мои подписчики. Идите сюда. Это ребята с церкви. Видите, Вику из церкви смотрят много. Так, фоткаемся, да? Да, давай, зафоткаем. У меня видно? Да, видно. Захват. Окей. Кто-то будет на телефон? Да, я тоже буду. Подожди, Юра сейчас сфотографируется. Я хоть поразую. На. Подожди, господи. Включай, иди сфотографируемся. Это мои друзья все с церкви. Видите, Вику все смотрят. Можешь теперь туда пойти? Возле Оскара. Да, лучше. Да? А, возле Оскара? Да, ну там, где, знаете, наверное, было. Я вообще здесь живу. Да? Классно. Нравится тебе тут жить? Да. Хороший дом. Да. Красивый. Он еще там. Класс. Вот так вот. Да, Вика, ты, конечно. Подписывайся на канал ВВиктория. Вот так надо сказать? Ну, ну нет. Нет. Надо. Давай. Приготовились. И. Подписывайся на канал ВВиктория. Субтитры сделал DimaTorzok